ПАРАБАЛАРЛА БАМБА ПАРАБАЛАРЛА БАМБА ПАРАБАЛАРЛА БАМБА СЕ НЕЦЕСИТА Глаза горят, потому что я считаю, что времени мало ДОНТЬ YOU WANT SOMEBODY TO LOVE ДОНТЬ YOU NEED SOMEBODY TO LOVE ДОНТЬ YOU NEED SOMEBODY TO LOVE Видимо, подумали, что это дохлые голуби, или не стали их воровать Потом, опа, и нас зовут на передачу Лизнуло? Да, я сказал, баржу бежал из тюрьмы при мне И пусть твердят себе, что я не то У нас под плюс Не поют Ещё, хочу ещё КЛАСС 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наши подписчики просили, чтобы вы пришли, хотя бы хоть кто-то из вас что-то пришел бы Мы будем ходить партиями Сейчас Леха и Мими, потом мы пришлем еще двоих И так постепенно вся группа здесь и посидит Вы невероятно музыкальные Я смотрел, что вы делаете И мы сегодня будем говорить о вашей музыке И не о вашей музыке Которая присутствует в адском количестве, конечно, в вашем репертуаре Но для всех, для всех, как ни крути Вы известны как, правильно, кавер-группа, шоу-группа проекта «Вечерний Ургант» 11 лет вы уже, сколько вы уже лупите там по времени? Там 10 вроде, да? Там будет 10 в апреле Там будет 10, да, да Мы всего существуем 11 А, вы 11 существуете? Вот успели еще, да, побродить А у передачи, типа, 10 лет, да В общем, вас все знают как группу из шоу «Вечерний Ургант» Давайте сегодня будем ближе с вами знакомиться Я не видел с вами каких-то там больших интервью, больших разговоров на разных интернет-каналах Их просто не существует Песни я видел, концерты я видел Ребята, откуда вы появились, кто вы, что вы И что у вас есть помимо «Вечернего Урганта»? Давайте так, на этом остановись Помимо «На первом канале работы 5 на 2» Ну, мы из Петербурга, оба Все, спасибо огромное Ну, это начало, нет, ну вы хотите, да Мы из Петербурга, вот, учились в разных заведениях Я в одном, Алексей в другом Познакомились вот уже ближе к телу Как бы уже Но мы с Сашей учились в одной школе вместе Ну, Саша — это тот человек, который, в общем-то Мы с ней знакомы с 13 лет Саша Даль Да У вас у всех псевдонимы там У меня нет, ну, Мими — это просто приклея Слушай, я очень симпатичная, поэтому Мими Только из-за этого, да А так я Аня, да И Кри-Кри, как знаете, помните, в популярном французском сериале Вообще, моя бабушка говорила, что Мими Потому что есть богемы, ну ладно Пускай будет Кри-Кри Ладно Нет, мы с Сашей знакомы очень давно Вот Алексей и Еще у нас есть бас-гитарист Костик Они учились вместе в другой школе Поэтому мы все чуть-чуть одноклассники Вообще, группа создалась На базе Это реально было нашей репетиционной базой Петербургской сети Очень вкусных итальянских ресторанов Там был такой еще идейный вдохновитель Арам Михайлович Минацаканов Который всю эту вообще историю Помните, он раньше вел на... Он вел, да, украинскую... Итальянец Он итальянец, да Он вел... Он вел... Он назывался пекельная кухня Такая украинская версия Такой красавчик с бородой такой Да, то есть Арам Михайлович Он очень много путешествовал по Европе И очень любил Италию И в какой-то момент понял, что есть такой формат Который у нас почему-то не... Ну не так востребован Это эдакие... Знаете, как когда где-нибудь в Египте Ты сидишь в этом... В отельном ресторане И вокруг тебя вдруг такие возникают Какие-то вот... Неожиданные музыканты, да Ты думаешь, что они пристали Я пришел поесть И они тут вокруг меня скачут Но они так работают Вот И Арам Михайлович решил вместе с Сашей Попробовать эту историю в Петербурге Такой формат Создать, да Чтобы это была группа И название группы тоже такое Гастрономическое Как бы типа на десерт Как бы вот И... Поели, а вот вам теперь еще и... Да, когда люди такие достопочтенные петербуржцы Обеспеченные от ужина ли Тут возникали мы И они вообще ничего не понимали То есть нет ни одного микрофона Нет ни одного провода Но при этом это звучит полноценный бэнд И играет поп-музыку Вот в каком-то таком формате Полу... Не знаю, вот итальяно-цыганском Сыграй Ну у нас там была такая Понимаешь, Мими? Это самая первая песня, которую мы разучили Это... Понимаешь ты? Да, помню И припевчик там Ну типа такого, да То есть это уже кавер на кавер Как вы понимаете Там была Ариана После этого была группа Бейсболс Ну такое было настроение Такое ух-ах В общем, хотелось просто Чтобы людям показать Что можно типа без оборудования Ну... Как-то развлечь Да И... Танцевать, бодриться И там устраивать стадионное шоу Был такой такой запрос, да А вы можете без оборудования? Уберите, пожалуйста Мы же с тобой ездили с кахоном И с акустикой Да, кстати, было тоже Все-таки Голосовых и... Говори поближе Да, да, говори поближе Да, простите Голосовых и физических Чуть-чуть более Как возможности Потому что, кажется, непросто Каждый день петь В аку... В акустику, да Все-таки немножко Новогодние недели Да, новогодние недели были такие Да У нас там потом появилась Прямо технология Как спасать голос Мы что-то себе Туда вдували Какие-то охлаждения Я не знаю, как Лайфхак Как спасти голос Ну то есть Не то, что спасти Новый год Он должен, да Он должен, например, каждый вечер А там ты... Молчать То есть ты не микрофон поешь А ты там по факту Иногда перекрикиваешь Музыкальные инструменты Типа баян там громкий Которые хотят быть рядом с тобой Они все болтают Так как всегда И это прикольно Что они с тобой рядом И такое вот Типа у них Единение с тобой Но приятно Лайфхак был точно Я помню Мы тогда курили сигареты Тогда давно Не курить Триста лет тому Не курить вообще Никакого табака Вот в такие вот Прямо жаркие деньки Потому что иначе Там все подсаживается Не пить алкоголь Особенно крепкий Да, короче Это было Ну потому что Ты постоянно поешь Вот Я помню наш первый приезд Один из первых в Москву В такой был бар Белка На этой стрелке Белка, да Вот где Петр стоит Да, да, да И там был тоже Какой-то прекрасный Итальянец Армянин Нас приглашал Вот И Я помню Огромный Огромный тусняк И мы в толпе Там всегда У него такая была Типа фишка Он приглашал из Питера Коллектив Который здесь в Москве Никто не знает Вот такой был эксклюзив Значит И народ тусит Мы вдруг в середине Возникаем с этими своими Вот как бременские музыканты Начинаем мочить И вел тогда Рева Я помню Александр Все это мероприятие И он Он видел нас Растерялся И он с этим микрофоном И он пытался найти Кому его дать-то Кому он нужен Он мне Типа Может ты споешь Вот такая там толпа Народ танцует Как бы Что-то происходит Но это такое Как сказать Мы там окучивали даже Наверное По несколько сот человек Такие большие мероприятия То есть когда музыка возникает В одной тусовке Потом мигрирует в другую Если ты только близко подошел Ты слышишь Эту дискотеку Я понятно объяснил? Понятно ты ее объясняешь Но у меня такой другой вопрос Я очень На тактильные вещи Такой брезгливый И вот Огромное количество людей Собирается Как вы играете Смотрят Важи дергают постоянно Мы сами еще к ним там У меня женщина Лизнула один раз Лизнула? Простите У меня по татуировке Простите женщина У меня вот татуировка Ну красная У меня тоже была Такая ядрая Да и женщина Это была Это была Толя Меня женщина один раз лизнула Это была Толя Ростов-на-Дону Или какой-то город южный Вот И девушка Очень красивая Прекрасная В таком костюме Абсолютно прозрачном Просто У меня была такая сетка На теле И она у меня лизнула Говорит У тебя татуировка Или наклейка Лишила меня лизнуть Вот И она у меня лизнула Я еще так Немножко Да Были разные ситуации Да У меня лизнула Женщина Леша Кто тебя нализовал Были истории Хотел рассказать о том Как мы на улице Пели в Киеве Расскажи Про лизание Там никто никого не лизал Проверю Родинка Это у Лехи Или нет Подожди Не порти Прикольно На самом деле Мы иногда До сих пор Получаем приглашение Именно в таком составе Людям нравится Что мы приезжали Без всего Без сцены Без света И прямо тусили Вот где-то Ну очень близко К зрителю Да нет Я прекрасно понимаю Что это такое Я почему задал этот вопрос Дело в том Что у меня был такой Опыт Я участвовал в шоу Мерсин Шоу Вернувшиеся И когда это Дом И это иммерсивный театр И люди заходят в масках И ты при этом Все актеры без масок И мы играем И люди следят За всем этим событием И прям подходили Знаешь как люди Клянусь Вот ты диалог говоришь А он сука вот такой Он подходит в лицо тебе Леша прости И вот так типа Ну давай посмотрим Как ты будешь текст говорить И вот так стоит И ты должен И ты должен И ты должен Ну они в масках были Слава богу И ты должен Говорить свой текст И ты не имеешь права Расколоться Поэтому я на тактильные вещи Немножко брезгливый И поэтому спросил Как у вас Поэтому теперь ты ведешь Шоу В интернете Ты поскольку не работал Я правильно На самом деле это Нам это Ну во всяком случае Вот тем кто Так сказать Как мы с Костиком В эту всю Такую музыкальную Вообще волну Внедрились Из других Каких-то Миров И специальностей И Костик Тогда был инженером Вот Я тогда Где-то был В каком-то таком Что-то типа Бизнесе И когда мы оказались Вот если бы Ну мне так кажется Если бы нас поставили На сцену И сказали Ребята Сейчас мы будем делать Поп-проект Вы талантливы Мы сейчас из вас попробуем Я думаю Что это было бы Гораздо более Такой утопичной И длинной дорогой Чем когда нас Саша Просто поставила Вот именно лицом К лицу К людям И тут ты уже Хочешь-не хочешь Вдруг станешь Артистичным И вдруг Ну потому что вот Ты стоишь Выход из зоны комфорта Максимальный А тебе петь-то хочется И играть хочется И вообще И народ классный Мы все друг друга Полюбили тут же И вообще И проводили все дни В репетициях Еще с видом На красивую церквушку На улице Белинского Я вот забыл Как она Но вы-то пошли По легкому пути Давайте так Я не хочу никого обижать В любом случае Вы просто брали Известные песни И делали их круто То есть вы коверили Многие же музыканты Они коверят И пытаются внедрить Свои композиции В свои концерты И кто-то добивается успехов А кто-то нет Ну тут вопрос Я бы разделил на две части Давай Во-первых Как мы это коверили Мы Такое ощущение Что все в тот момент Когда собрались Вот уже 11 лет назад Мы отметили 11 ноября 11-летие Все такое ощущение Что были У нас с Костиком Была там поп-рок группа Со своими хитами Недохитами Недобитыми Какими-то мишенями Которых мы мечтали Что-то покорить Или хотя бы друг друга Уже доказать Что мы С ним с детства Вместе пишем С 12 лет Песни У Мими Тоже была своя история У каждого из Музыкантов Такое ощущение Что мы встретились И очень-очень захотелось Вот прямо захотелось И поэтому мы Отнеслись к этому Каверам Короче Как к своим Что-ли Захотелось на сцену Просто Ну мы уже Да Так получилось Что мы быстро На ней оказались У нас была штука Такая сумбурная Мы поедали Что-то годик Все вместе А потом Опа И нас зовут На передачу Я вообще не спела Ничего понять Потому что Если я Ко мне вопрос Я вообще Не спела ничего понять Я вдруг в Москве Вдруг Я тут башня И тут какие-то люди И вот Я первый год Конечно Не могла привыкнуть К этому всему Потому что Мы в Петербургсе Избалованы Спокойным темпом Да вы-то избалованы Ну я тебе Очень избалованы Серьезно Я спокойно себе жила В Петербурге Зарабатывала Жила себе Снимала квартиру Я еще будучи петербуржцем У меня была своя Я снимала отдельно Мне хватало на жизнь Да избалованы Слышите сухофрукты Избалованы Ну как бы Я считаю Что я немножко избалована Да может быть Я кого-то не может быть Обижу Не знаю Но у меня было все нормально И тут у меня еще дополнительные предложения То бишь как бы Мне даже сложно говорить Потому что Мне кажется Меня боженько сбаловал Вот Но было непросто Да первое время в Москве Было тяжело Да Вот первый год Я прям немножечко страдала Что может быть От темпа ритма В Петербурге Мы ленивые петербуржцы Питер очень Мы просто Я Питер философский Питер такой креативный Начинается Начинается Я приходила домой В шесть утра Ну После караоке Ну Потом в караоке Меня кормили Поили Я там еще Мудралась поспать В караоке Работая Я приходила домой Спала И у меня было Это в районе трех репетиций Я репетирую там Два часа Потом иду домой Еще сплю Потом у меня Час Вечером Работа Час Один Петербург Избалованный Избалованный Я согласен Может быть мне повезло Я не хочу с никого Лишний раз Сказать лишнее Но Я чувствовала себя Максимально комфортно И меня вырвали Прямо Как будто Вырвали из гнезда Я первый год В Москве Я переживала Мне было тяжело Мне казалось Что я ничего не успеваю Что я все время Везде прихожу позже Что я туго соображаю Что я Болтаю много А толку никакого И только через какое-то время Я как-то Вот В этом все Немножко Кстати интересно Когда я стала ездить в метро В Москве Я полюбила Москву Удивительно Меня с Москвой Сродни Да У меня кстати тоже есть история Мне стало легче просто Я стала понимать город Как бы не стала так бояться его Что я опоздаю везде А тут как бы я изучила метро И такая как бы Ты сейчас натяну кандалаки похожую Вы просто говорят Говорят Гори-гори-гори-гори-гори Ну мы же с ней одного носа Я себя Я себя словил на мысли Что я Не то что комфортно Что мне по большому счету Все равно где вот жить Когда вокруг друзья И музыка Когда я тоже оказался в Москве В метро Вот первым же летом Когда мы закончили съемки Первого сезона Я ехал и понял Что у меня в кармане есть паспорт Больше вообще ничего нет Ну там где-то телефон И ты знаешь куда тебе ехать Я куда-то еду Я что-то такой налегке Там шорты, футболка Я подумал Как классно я еду Вот мне хорошо А тут где я вообще Я эти веток до сих пор не изучил Как бы да Ребята вы просто не из Челябинска Переехали сюда А из Санкт-Петербурга Наверное нам ближе Давайте 3-4 кавера Или каких-то песней популярных Которые вы играли все время на улицах Интересно послушать Леша не зря ты с собой гитару принес Она у тебя с собой Давайте что-нибудь быстренько Папури какое-то сделаем Интересное Музыкально У нас вся наша программа Она на самом деле за эти 10 лет Вот так вот если откровенно Она конечно изменилась Но вот чтобы Есть такие Как сказать Столб Бомба Есть Намоленные хиты Есть у нас песенка Без которой вообще невозможно стартануть Это ты про что сейчас Я хочу вот Мы сейчас обсуждаем Например в Киеве тогда на улице Мы просто пели Мы ходили там по Крещатику В разных точках пели Ой это было хорошо И спустя вот сейчас это время Что сохранилось Киев вообще какой-то другой мир для меня Офигенский просто Согласен Я когда приема попала Как будто я попала в какую-то Европу Просто я помню Что мы сидели с Сашей Я первая старта в жизни Попробовала Белое вино со льдом Это было на Крещатике Да Да Я помню Мы сидели с Сашей Днем Если бы ты переехала из Челябинска Ты бы вкусила бы это давно А раньше Ты знаешь что ты жила в Колумбии Ты жила в Колумбии? Это отдельная передача А это отдельная история Как мне жила в Колумбии Лайфхак Как чтобы у тебя на празднике На корпоративе Все начали танцевать Песня без которой невозможна Вот такая была первая Пацаны если что Вы там присоединяйтесь Если не знаете Лучше не мусорите Поехали в Крещатике Поехали в Крещатике Поехали в Крещатике Партизере Йоросой Марины Да Давай дальше Ну Больше Папури же Правильно? А давай еще какие песни У них попури А вы все одну играете У нас такое Папури с паузами Сейчас будет Я просто Хочу Мне самому стало интересно Вот те песни Которые у нас были Там был еще Бериджин Я помню А был Бериджин Кстати, класс Из ми миноры Покали в Крещатике А они Мерис в Крещатике И Скажется Бериджин Я Arбез Бериджин They care for what you do, cause they are becoming true I'm pretty cheap, it's not my lover She's just a girl who cried that I am the one But the kid is not my son She said I am the one But the kid is not my son Oh, it's not my, my baby Well, it's kind of like this It's kind of cool, it's kind of like Ivan should say Michael Jackson, and they're singing I want to sing, I want to sing It's a pro-игрыш, it's a story You're cool, you're doing it I want to know, when you You pick up in the room You're a young woman And you're like in the middle of the theater You're like in the nose You're like Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь Можно я? Можно я? Но все равно будет ночь И ты меня еще узнай Пускай сегодня я никто И пусть твердят себе, что я не то Дай мне эту тень, дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс И ты поймешь Я то, что надо Дай мне эту тень, дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс Ты не уснешь Какая рада Я теперь думаю, не обидели ли мы своих земляков-петербуржцев Но думаю, нет Это я про дедлайны По-разному сходится Я, например, где-то в глубине души Завидую группе Айова Которые могут себе позволить жить в Питере И при этом творить такие... Еще на Севкабеле жить Да, у них там вид Они в самом клевом месте в мире живут Ну, у них студия там Самая красивая Короче, мы, как и все, я думаю, ленинградцы Уехав, скучаем с ревенца А вы сейчас... Ну, я думаю, как и... Я скучаю очень Жители, да, челябинцы Я очень безумно люблю свой город У меня есть пара друзей из Челябинска Мы знаем его, Чикаго Кстати, там были совсем недавно На офигительном озере И я посмотрел карту Потому что там очень много озер А ты на каком был озере? Не помнишь название? Я могу сказать Ну, это сейчас мы будем смотреть Это мне Чебаркульта Мы ездили на корпоратив И у нас был отель Близь озера Мы просто не помним, какого, к сожалению Вы бы, наверное, в отель «Березка» Прямо вот так выходишь, да Красота просто вот прям перед тобой Это озеро Смолино Да, там прям, мы пели И вот тут прям вот окна Отель «Березка» и ресторан «Сувенир» Да Генеально Владельцы этого отеля, мои друзья Я живу от этого отеля Десять минут от этого места Почему? Потому что сувенир А, пожалуйста Просто потому что сувенир Нет, Челяба потрясающий Город развивается И мне очень клёво Что сейчас его привозят До ума доводят его Поэтому очень клёво Нет, дай бог Чтобы вообще крутейший город И вообще супер Нам очень понравилось И я В каких городах вам не понравилось? Не понравилось? Чёрт возьми! Нет, смотри Смотри, сложно рассуждать Потому что мы в городах Бываем, к сожалению Очень малое время, да Мы приезжаем Ночь в отеле Площадка И уезжаем Поэтому о городе Сделать какое-то мнение Очень сложно Поэтому говорить вообще Ну, об этом бесполезно И даже нечего вспомнить Гастрольные байки какие-то Мы, допустим, вот Что-то обычно летом бывает Так что мы умудряемся Успеть чуть больше, да Но вот все зимние гастроли Они чаще всего Такой как бы просто переезд Да Поэтому даже Ну, вот летом Всегда всё плохое Перевращается в смешное Я даже не помню ничего плохого Ну, какая-то была ржака Были какие-то байки Знаешь, какой? Вот всё мне не понравилось Ну, тут он напился И ржал Соренто Соренто? О, я помню Да, я опоздала Ужасное место Да, не ездить туда Никуда лучше О, это я опоздала Да Это мы с Костей Басгитаристом Мы с ним проспали самолёт в Рим Вот, а я-то был в нём Лёха не проспал Да Плохо что, значит Вас встретили там Какие-то коррумпированные полицейские Мы с Костей Ехали Да Одни по странной дороге Да, там был вообще Там вообще мрак Ну, Няполь же известное местечко Там гангстеров каких-то Полные мафиози, да Да, а нам-то, меня, например, обломало то, что я открыл чемодан по пути Уже мы отъехали от Рима часа полтора Да, у меня украли офигительный мой любимый швейцарский нож Причём я более чем уверен, что это не аэрофлот, а римские Что это всё Парни У Кати как раз Мы параллельно приехали с группой Айова У неё украли вообще прямо из чемодана костюмы дизайнерские У Айова украли одежду, да У неё ещё были там внутри туфли с перьями Она говорит, они, видимо, подумали, что это дохлые голуби Или не стали их воровать Мы смеялись с Катей Вот грустная гастроль Когда ты понимаешь, что ты что Мы приехали обратно в аэропорт Что-то пытались предъявить Нам сказали, что нужно предъявлять только по прилёту То есть должен сразу открыть чемодан Всё проверить И вот неприятность И поздний вечер в Саренда А мы с Костиком ехали Мы приехали с ним в отель С басгитаристом Ночью Сокончилось лето До свидания, Италия Мы с любовью прощаемся Наша песня не спета И над нами склоняется Одежда Кати Айова Я просто хотела рассказать Что это было достаточно экстремально Потому что мы ехали сквозь 12 часов ночи По закрытой дороге Которой не было вообще Без навигатора Ночью Не зная английского, итальянского В 12 часов ночи Одни В Соренто Из Рима Это было очень экстремально И нас останавливали все полицейские Они удивлялись, что мы едем куда-то непонятно куда Все смеялись над нами Они все такие красавцы Зализанные Утаянские полицейские Поэтому для меня это была очень экстремальная поездка Давайте к творчеству Сольное творчество Ваше Оно же явно есть Песни же у вас явно есть Какие-то написанные песни есть Куча Так давайте что-нибудь споем Я знаю, что у тебя есть песня День настал Называется Она Это твоя? Нет Просто мне предложили И это было очень приятно Спеть песню Это типа как гимн принцесс Это коллаборация Всех принцесс мира И вот такой вот Как бы гимн Всех девочек Прекрасных Которые любят Дисней Вот И мне Дали такую вот Прекрасную честь Что я вот Ламина всегда поет Диснейский Подожди Ничего не понимаю Все Арии Всех принцесс Все хиты Русалки Это называется Да Гимн принцесс Это на самом деле Очень прикольная штука Вот Я очень всегда хотела Поучаствовать В подобном Опыте Просто я раньше Когда была помоложе Я пела в группе Называлась Диснейство Это группа Петербургская Вот Но она Закончила свое существование Вот Но мы пели Только диснейский материал Поэтому я прям Ну Для меня это очень близко И мне очень нравится Мы потом написали вообще У нас есть саундтрек Мультику Написали к Доре Песню тоже Рыбка Дори Ты которая про Немо В конце фильма Зачит наша группа Вы написали Вы можете не вместе говорить Клянусь Я вас не Прости пожалуйста Хотя бы по очереди Вы вместе написали Давайте с чего мы начнем С какой Самое актуальное То что вот Мими пригласили Она записала Есть вышел клип Офигительный и красивый Где все-все принцессы Знаменитые Диснейские Как бы вот Это их песня Песня принцесс Песня Я к тебе пришла Через сомнение И тебя нашла Я в отражении Сила нам дана И в каждой девочке Живет небесный свет Ты героиня Своей самой смелой мечты И реальностью станут Волшебные сны Встречай Свой новый мир День настал Так забуд Ночи темные И твой путь Ты найдешь сама Отзывай Дали новые День настал Ты луну можешь погорить И сиять словно звезда Про вчера пора нам забыть День настал Весь этот мир Еще не знает Я его куму Волна качает И луна создает Вновь за горизонт Сейчас я вижу свет Пола желаний И день я лечу Как стрела И сделав шаг В сердце Храбрость Найти я смогла Узнай Что меня Там ждет День настал Так забуд Ночи темные И свой путь Ты найдешь сама Открывай Дали новые День настал Ты луну можешь погорить И сиять словно звезда Про вчера пора нам забыть День настал День настал День настал Да Мой день настал Мой день настал День настал Да Мой день настал Мой день настал Мой день настал А тогда давай что-то из твоих песен Если мы сейчас к репертуару Ани обратились Что можешь ты нам исполнить? Я хотел от себя сделать пометочку Что у Мими есть авторские И проекты были И все это рядом поблизости с нами живет Я очень люблю песни Мы делаем фруктами иногда Мы вообще достаточно мобильные Просто не все получается в свет Мы пытались в фруктовых концертах В больших открытых Свои песни внедрять Нифига не прокатило Почему? Не прокатило Ну люди Нам даже и писали честно И говорили Что они приходят именно танцевать Бодриться Такой заряд тех песен Которые они знают Там есть часть публики Которые нравятся Например мои песни Есть часть публики Которые нравятся Сашиной песни Песни Мими У нас там Олег Пел свою песню Костик басист У него тоже куча песен Но все это вместе не собиралось Мы пытались то блоком сделать В середине концерта То разбивать по песне Туда вклинивать Не прокатило вообще А что? Мы решили Что группа фруктов Это конечно идеальный Такой праздник Кавер-версии Которые мы сами создали Которые мы делали Любили Любим Тащим все Да и они слушают И танцуют Потому что они знают Это вот о чем мы говорим Это какое-то клеймо И все И если ты уже засветился Один раз в каверах И если ты двигаешься По этому направлению Тем более тебе эфиры Там дают первый канал И я знаю Что вы одна из самых дорогих Кавер-групп вообще Да Прикольно Я вообще Считаю Вот я тут Саше говорил Что я считаю Что мы Вот так совпало Все что я снимаю квартиру Обычную Двухкомнатную С двумя котами Ничего золотого у меня нет Ну с высоким потолком Ну ладно Потолок у меня высокий И красивым видом Да Нам мне кажется В этом смысле Как-то вот так Все звезды сложились Что весь наш кайф Который мы в Питере Тогда вот Как-то в одну энергию Объединили Вот он Он и монетизировался И дал И признание И возможность Извиняю Я так говорю Развиться Мы же сюда приехали Тоже там На определенном музыкальном уровне Вот И очень короткую Такую экспресс Школа Вечернего Урганта То есть нам тоже Стало понятно Что надо уметь Надо делать Надо репетировать Передача Да она очень нам помогает Надо врубаться Надо быть в тонусе И короче Вот это все Я благодарен И всем Всем тем Кто вокруг И Саше И вообще И судьбе За то Чтобы вот так раз Оперативно То есть я до этого 25-27 лет По факту Да Очень медленными шажками А потом раз И за 2-3 года Тебе надо было просто Я ринулся тут учиться Играть на гитаре Джазовой Там ринулся Учиться петь Сочинять И короче А сколько ты стал Грать на гитаре Я играю на гитаре Сейчас 5-ти лет Песни петь Это Единственное Я и Олег Белов И это Кабан Подожди Мы не все музыкально Вот у меня образование музыкальное Ребята там экономическое У кого-то Не у всех музыкальное образование Вот это мы пытаемся объяснить Что мы тоже Ну Кому-то было чуть сложнее Помимо того Что у вас есть сегодня музыка Вы где-то работаете Вы где-то зарабатываете Я больше нигде не работала Я всю жизнь занималась Только музыкой И работала только музыкой Я скрипачка вообще Изначально А в передаче Вы все отрепетировали У вас там импровизации Вообще ноль То есть вы должны Я тебе расскажу Смотри У нас такая история Что вообще Передача Она очень дает Офигенскую школу В плане того Что мы У нас есть Абсолютная свобода Выбора Ну Все что мы играем Мы выбираем сами То есть мы можем сыграть Любую песню Вот какая тебе нравится И ты готов ее сыграть Играешь Только если Допустим Какая-то есть День рождения Чей-то Или какая-то Там особая Особая программа У нас что-то сыграть А так в принципе Мы играем Что хотим Вот И у нас Мы репетируем Каждый день Естественно Перед передачей Естественно Мы все собираем Заранее Делаем из этого всего Ну Все репетируем Все репетируется Естественно Руководство программы Вам доверяет Да У нас нет Да У нас нету Никаких обязательств Вот Только касаемо Каких-то Творческих моментов Допустим Если ты придешь На передачу Ты захочешь песню Ты можешь сказать редактору И мы сыграем то Что ты хочешь Я за 10 лет Не приходил к вам На передачу И вряд ли мне кажется Зря так думаешь Понял Ребята Самостоятельные Выводы делаете В Питер ехать сначала Это нас И делает Нашу жизнь Такой свободной Потому что Реально Нам Часто об этом спрашивают Нас никто не заставляет Ничего играть И мы играем Каждый день Разную музыку Просто у меня таксисты Это мои клиенты А что вы там Кажется Одно и то же играете Я говорю Нет конечно же нет Кажется что нет Мы выбираем свое И чаще всего Это может быть Что-то очень непопулярное И в этом весь прикол Что мы можем сыграть Что-то такое Что на первом канале Никогда в жизни не прозвучит А как попасть к вам в программу? Вот как попасть к вам в программу? Как гостю? Да Мне кажется У нас есть такая история Надо татуировку кому-то лизнуть Или что? Нет вам нужно просто Ну Частенько Ну кстати наверное Та женщина кстати Даже не знаю где Жива ли она? Давай так Я просто знаешь как Вот простите Мы в какой-то момент Нашим Как сказать Музыкальным кластером Я все время Блин Говорю о Кирюхе Остапове Сократ есть такой певет Знаете Он все время Написал песню И типа Ребята Отметьте пожалуйста Ивана Урганта Чтобы я попал к нему в шоу Чувак Крутые вещи делает Но почему Мы стали отмечать все Кирюху Его как не зовут Так и не зовут Почему Актеры и актрисы Которые Вновь начинают петь Они сука Моментально залетают туда А остальные Кто хреначит делать И очень талантливые ребята Они не залетают Запиши песню ты Да Пришли ее мне Ты говно Вот из этой же песни Пришли ее нам И я попробую что-нибудь сделать Могу только так сказать Ну потому что Если песня прикольная Если она Особенно касаемо ютуба Набирает большие просмотры То шансы очень большие Да Потому что очень много Артистов молодых Которых я даже Я не знаю Вот Простите меня Эти артисты Вот они приходят К нам на передачу Вот И они оказывается Там набирали Какие-то офигенские просмотры И это реально работает Вот У нас все-таки Такая молодежная передача И это да Если ты сделаешь Классную песню И она будет Очень популярна в ютубе Шансы офигенские Лех Привет Привет Я просто тут На две минуты устал Я Извините Я нервничаю И очень много болтаю Простите Давай к твоему творчеству Я когда смотрел Видео Ваших выступлений Из концертов Видел Как вы с Панайотовым Пели Ваша Соляга Людей очень много Видел Разные выступления На разных радиостанциях Ты офигенски Вовлечен в процесс Ты Видно Что ты любишь музыку Я Смотрю на тебя И такой думаю Подождите Этот парень Должен иметь Свой репертуар По любому У него есть Этот парень Был из тех Кто просто Хотел сказать У него У него глаза горят И мне кажется Тебе с каверами Так скучно Не Не Нифига Я вот Не стал тебе Нашего опиатора Иру Тебе бы тоже не было бы Скучно под камерами Не стал Тебе выдавать Всех секретов До эфира Но вот Основная фишка В том что Когда ты образован Экономически Когда ты всю жизнь мечтал Что-то делать музыкально И понимал Что ну как-то так Все идет таким Знаешь Путем Как у всех И тут Когда появляется Эта возможность Да Не ты рассказывай Рассказывай А вы играете Да Когда появляется возможность Заниматься музыкой Конечно ты будешь гореть Потому что вот оно Наконец-то Я стараюсь не тратить Сейчас ни секунды Вообще Я постоянно что-то сочиняю Пишу Аранжирую Пишу гитары Пишу себе песни Пишу чужим людям Другим Песни И научился их Даже уже вот Прямо Формировать Познакомившись с человеком Примерно понять Какую песню он будет петь И я этим занимаюсь Я действительно сейчас этим Вот короче Глаза горят Потому что я считаю Что времени мало Надо работать Ты можешь похвастаться Хитярой Может Которую ты написал Кому-то из звезд Российской страны Пока нет Я только Пару лет Как этим Развязываюсь Но есть офигенные песни Которые вот просто пока Мне кажется Они вот свое время Найдут И своего артиста И уже есть Вот Вещи Которые Ну я просто сейчас Я не знаю Странно Нам просто куплет-припев Под гитару Здесь Вот под гитару Прямо сейчас Я сейчас Черт Вот это Я лучше свое что-нибудь спою А я про это и говорю И свое Спой Не-не-не-не Спой что-то вот свое Без пацанов Без вот этих Унылых ребят Сейчас все расскажу Я зайду с козыря Давай И спою песню Как прервешь Не страшно Песня называется Поле души Твоя Да Одна из таких Моих Бог переводит стрелки В обратную сторону Он снова задумал Вернуться к основам И дать время нам Заинтересованным Все возвращается вновь От финала к началу Жизнь полная чаша Нам этого мало Жизнь полностью наша Там-дам-дам-дам-да-да-дам Там-дам-дам-да-да-дам А ветер гладит и гладит Твои светлые волосы Он снова заладит Со своими вопросами Гладит и гладит Твои волосы Он давно все понял И чего ради я Волей-неволей Остаюсь на закате В огромном поле И мы над пропастью Во ржи Или во лжи Просто дыши Полной грудью души Не торопись Прожить И на кону десять минут Или вся жизнь Нас уже не ждут Пожись, не пожись Растели мне поле И ложись И мы над пропастью Во ржи Или во лжи Просто дыши Полной грудью души Поторопись Прожить И на кону десять минут Или вся жизнь Нас уже не ждут Пожись, не пожись Растели нам поле И ложись Растели мне поле И ложись Там-дам-дарадам Там-дам-дам-дарадам Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам Слушаю, да, нет, просто Ну, на концерте К ты, к лёхе, приходит Полный клуб, ну, как такой Не запитый, но приходит Почему это не из каждого утюга, окей? Потому что такая страна у нас Короче, я расслабился, смотри Если бы вот, как я тогда Вначале говорил, в 25 лет мне дали в руки Гитару, микрофон и немножко денег И сказали, сейчас там у тебя попрёт Мне кажется, я бы, наверное, ждал бы Вот ожидания были бы этих утюгов Там, да, как мы раньше Любили с Костиком вспоминать такое понятие Бабий бунт Мы так часто про Костика говорим, да, его здесь нет Костик — это бас-гитарист И, короче, сейчас Смотри, мне сейчас 38 лет И у меня есть полное Вообще ощущение кайфа Во-первых, имея такой прекрасный Бэкграунд, я бы сказал, что это Фронт и топ-граунд В лице вообще передачи Группы Фрукт, друзей И вот приглашений в твоём лице Мне очень важно и приятно, что Мы есть, мы можем коннектить И вот следующий шаг Мы познакомились с тобой Ты обратил внимание, да, что эта песня Где-то тебе созвучна Да Вот, а представь, что я эти песни Пишу, выпускаю, выкладываю Да, и вот среди ста тысяч человек Да, ко мне подходит один Вот, но это мой Вот, и в какой-то момент ко мне подошла Моя, да И, а потом приходят вот эти вот мои И их пусть, вот честно скажу Музыка для меня сейчас Это такой мостик Я нахожу своих Я тащусь страшно Вот честно признаюсь Я, конечно, хотел бы В кайф, да Дай бог, чтобы сложиться Я для этого, ну, стараюсь, делаю Вот, показываю Сейчас мы споём Там с парнями всё Это уже много Это уже круто Песня, песня, друг Песня, какая-то коллаборация С кем-то что-то сделать Кому-то что-то написать Записать Просто гитару записать человеку, да Или подарить У нас есть общий друг группы «Фрукты» Прекрасный Алексей Владимирович Человек, которому мы сейчас делаем Вот просто мужчина пишет Он песню, да Он прислал скромно голос, гитару И какой-то такой вот странный барабанный рисунок Я вот ему под настроение Сочинил аранжировку Для меня это кайф Потому что я общаюсь Ну, я, короче, кайфую от человека А потом уже, знаешь Ну, у меня такой Я понял Короче, люди Я понял посыл твой Люди, я люблю вас Я понял посыл твой А вот эту песню можно услышать в интернете? Услышать, увидеть Есть крутой клип, который мы сняли Короче, ссылку Я всё дам Там есть, кстати, в клипе есть знаменитый Жалко, что ты вот в тот момент Мы с тобой не познакомились Там было много прикольных ролей Надеюсь, там не нужно было играть пьяного Как меня всё просит Нет, влюблённого только, естественно Только влюблённого и со разбитым сердцем Тогда Тогда Ссылка на эту песню под видео Песня «Поле души» Меня зовут Елесин Алексей, да, Елесин Будет приятно, если кто-то из твоих зрителей посмотрит Подписывайтесь на Алексея Он божественный Как мы говорим, из тысячи человек, если два человека послушаются Это мои Это твои Что за песня, которую вы сейчас будете петь? Мы будем петь мою песню Песня называется «Друг и подруга» Почему Иван Урген не приглашает вас с этой песней на шоу к себе? Я думаю, что мы просто ему уже, знаешь, во сне снимемся Ну, куда ещё там-то? Друг и подруга Вот мы олицетворяем эту парочку Песня начиналась как просто лирическое Вот признание в любви Я пишу, когда я влюблён Вот А потом вдруг раз я дописал второй куплет В котором дофантазировал на тему А что было бы, если бы Ромео и Джульетт Там разобрались вообще друг с другом И он бы не выпил яд И вообще бы всё Ну, вот, короче, как оно всё могло бы быть? Вот сейчас мы об этом, наверное, и расскажем Давай Друг и подруга Субтитры сделал DimaTorzok Точно замечено То, что не подсвечено То горит ярче И манит сильней Короткими встречами Пока они покалечены Летают по краю И думают, как бы быстрее Ты пропадаешь Я пропадаю Никто не знает И мы не знаем Чем всё закончится Чем всё закончится На коленях друг друга Друг и подруга В заплуком круге Тысячу лет На коленях друг друга Сидят друг и подруга На коленях друг друга Они ищут себя Они ищут ответ А почему бы и нет Почему бы и нет Возьми с собой камеру Сними мне Италию Завтрак на крыше И больше, чем поцелуй Ромео не выпьет яд Все можно начать с нуля Она ещё дышит Фотографируй Фотографируй Ты пропадаешь Я пропадаю Никто не знает И мы не знаем Чем всё закончится На коленях друг друга Друг и подруга В заплуком круге Тысячу лет На коленях друг друга Сидят друг и подруга На коленях друг друга Они ищут себя Они ищут ответ А почему бы и нет Почему бы и нет А почему бы и нет Почему бы и нет И нет А почему бы и нет У нас сегодня Типа тут такое Засилие гитаристов У нас сегодня Два замечательных гитариста Ну я про соло гитары Имею ввиду И почему-то мне захотелось Чтобы вы проимпровизировали сегодня Потому что у нас музыкальная программа И чтобы каждый из вас Сыграл сегодня солягу Посмотрим как это получится Есть известная песня Сэм Браун поёт Сначала ты соло играешь Вот этот блюзовый квадрат Сколько вам удобнее играть Там будет как раз проигрыш Мы с тобой поём сейчас Мы сейчас с тобой поём Сэм Браун припев А потом сначала играет соло Серёга А потом играет Лёха И так по очереди Я буду показывать По четыре такта получается? Ну давайте Поимпровизируйте Это такой чистый Видишь если он не срастёт Давай Валера Поехали! А теперь Лёха! Лёха, давай! Лёха, давай! И ты, Лёха, ты, Лёха! Лёха, ты, Лёха, ты, Лёха! А теперь соло, соло-баса И вместе, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Класс! Класс! Спасибо, ребята! Ты реально жила в Колумбии, Катлет? В 5 лет, да. Почему? Потому что... Нет, я же... Испанские, значит, знали. Родители академические музыканты, и моего отца в коллегах был некий дирижер, колумбиец, и он позвал в 90-е годы, когда было все возможно, поехать работать за границу, все. Вот, и просто все, работали там мои родители. Я там училась в школе обычной, просто. Нет желания вернуться? Очень большое желание есть. Но пока я занята, видите, другими делами. Да, я с Кобарж бежала из тюрьмы при мне. Расскажите, пожалуйста. С бородой? Это смешно, реально. Приколись, он, 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 если говорят, он переродился в женщину, у него борода была. Расскажи подробности, если ты что-то знаешь, что происходило в городе, в стране? В стране ничего не происходило, к счастью или к сожалению, не знаю. Просто я помню, что по телеку показывали его портреты, да. Смешно, что он длинные волосы и борода, как он мог переодеться в женщину, если у него борода была, я не знаю. Вот, но Медельинский картель, как бы, да, об этом говорили. Но вы знаете, как бы, я не хочу сейчас говорить плохо, хорошо про наркобаронов, просто в Колумбии к нему относились немножко к Руменгуду. Понимаете, да, что такое, да? Да. Потому что он, его реально люди в провинции очень любили. Вот, и я не хочу сейчас вблизать, как бы, в эти все моменты, вот, но его подлюбили, и он был для них, как бы, как кумиром, вот. Поэтому, как бы, Скобар такая очень неоднозначная личность для колумбийцев, вот. Очень многие его любят, вот. Класс, человек имеет отношение к истории, да, это очень круто. Я вернусь к вопросу о, и мы не можем об этом не поговорить, как проходят съемки, если можно говорить вечернего Урганта. Мне интересно, потому что вы Every Day, там, на протяжении нескольких лет. Это завод, и я знаю, что это такое, потому что на протяжении 10 лет, ну, 8 лет. Завод? Ну, условный завод. Предприятие проходное, конвейер. Конвейер, да, потому что я... Я рассказывала про песни, что мы поем координацию разного, и никакого завода нет? Нет, я сейчас не про то имею в виду. А, привязанность ко времени. Конечно, просто я тоже работал на условном заводе под названием «Сериал Универ», и когда 8 лет ты находишься там, 18-20 съемочных дней у тебя в месяце, я понимаю, что это такое. Ты приходишь в 9 утра на съемку и уходишь там в 10 часов вечера. Как у вас с этим обстоят дела? Потому что вы в режиме, сколько выходных дней, и как это все проходит? Леш. Ну, смотри, мы... 10 лет в этом году будет, в апреле. Мы приехали такими, так сказать, вообще молодыми, неоттесанными. Вообще, ну, там у Вани была такая концепция. Должны быть в передаче люди, которые не были связаны раньше с телевидением. Чтобы это была новая волна, чтобы у всех глаза горели, чтобы что-то произошло, ну, то, как оно должно было... Так, как оно и произошло, короче. Большая часть команды — это были непрофессионалы. То есть там в основе, естественно, стояло руководство, да, и продюсерский штат, и там, и американцы вначале участвовали. Я понимаю, что это Night Light Show, да, насколько я помню, да, там... У меня был какой-то продюсер, да, одной серии Симпсонов. Ким был, да. Ну, короче, я понимаю, что это формат Night Light Show, и все... Это я ко времени, да, вот, блядь, мы раньше... Совсем, просто не имею встану, это как бы с конвейером, потому что совсем конвейер там у нас нет совсем такого. Идея, кайф, все любят, во-первых, ведущего, все любят то, что мы делаем, все верят в то, что вот если не мы, то в это время там будет что-то другое, и явно хуже, чем делаем мы. Поэтому это, ну, программа, на самом деле, и вообще это такая тусовка любящих друг друга людей и верящих вообще в то, что они делают. Вот у нас больше ста человек штат, и это и корпоративы два раза в год, и уже внутри коллектива там дети рождаются, понимаешь? То есть это такое, это большое... Ну, большое дело, и мы все в этом живем, и мы вообще сейчас не видим по-другому. Будет грустно, если что-то там пойдет не так. И при этом никакого нет однообразия у нас. Мне кажется, нас это и сохраняет нашу какую-то... Вот, я не знаю, я, может быть, за себя говорю, что я до сих пор какая-то вот такая живая, потому что у нас никакого конвейера нет. Да, короче, у нас все каждый день разное. Я просто, что вы каждый день ходите на работу, каждый день туда. Ну, это всего четыре дня, и мы не к девяти приходим, а чуть попозже. Вот, я и хотел сказать, что мы научились за это время, мы научились приходить попозже, потому что поначалу мы действительно собирались в 10.30 утра, начинали репетировать, потом шли на сцену, в студию уже опять репетировали, потом снимали программу... У нас есть там база, постанки, да, небольшая. Да, со первого дня у нас есть репетиционная точка прямо в телецентре. И мы вот раньше в 10 утра собирались на точки, потом часа в два шли на сцену, в 4.30 снимали до 6 программу того, что мы нарепетировались, потом шли обратно на точку, репетировали на следующий день, чтобы там не облажаться. Да, понятно. И это было первые 2-3 года. Первые 2-3 года, да. Потом мы немножко потом под это... Да, потом мы начали... И мы здесь пришли до программы что-то быстренькое, вот так вот. Не, репетировать, это вообще я себе сделала... Талантливый ребёнок, это моя любимая. Репетировать, да. Да, потом мы потихонечку отменили, мне кажется, отменили вечерние репетиции, потому что тем более, ну и там стали работы появляться, да, больше, то есть мы вечерами ещё успеваем... Мы поняли, как это делать, да. У нас появилось понятие, как это делать сразу, вот. Сейчас, да, сейчас мы, короче, приходим прямо вот за пару часов до съёмок. Ну, там плюс-минус график, ну, за три. И встречаемся уже непосредственно на сцене. Мы уже заранее обсудили тот материал, который мы будем играть. У нас есть чаты. Мы подсняли дома, если что-то сложное. На сцене нам достаточно только это уже прогнать с нашим звукорежиссёром, просто как это будет в эфире. И идёт съёмка. То есть какие-то вещи уже, кстати, импровизационные. Тут нам приходил Игорь Николаев, с ним был целый тоже такой интерактив музыкальный. И в какой-то момент... Самые страшные гости — это самые, да, популярные. Да, там надо было им сокомпонировать семь песен, ну, вот его хитов. Очень страшно влажаться, да, когда все знают эту песню. В какой-то момент они достали табличку песни, о которой нас вообще никто не предупредил. Старая мельница, да. Я же помню, это про мельница. Ну, короче, это всё как-то решается уже в прямом эфире, так сказать. Мне кажется, это опыт. Топ-3 самых крутых гостей, которые запомнились. Брайан Мэй. Так. Мими от тебя один. Ну, мне понравился Джеки Чан. Ну, просто я помню, что он был очень весёлый. Он просто классно дрался. Нет, он просто клёв себя вёл. Да, очень офигенски снял этот тизер перед... Он... У нас там плитку меняли в Останкино. И он подзаработать решил. Да, да. Он, во-первых... Его взяли, он надел костюм этот, и он менял плитку. И я, если честно, будучи работником этого мероприятия, была уверена, что это какой-то чувак. Они на него надели этот комбинезон, и он там... Масштаб, его никто не узнал. Ну, он просто крутой чувак. Вот в этом вся его крутизна. Потому что он готов был сняться в фигне какой-то там, поржать в коридоре в транспортном. А, и Мила Йовович, тоже было очень смешно, снимали... У нас там есть транспортный коридор, там зомби, они с этими пистолетами, с водяными. Очень было прикольно. Вот я и люблю за это... За простоту? Ребят западных за их простоту, и что они к себе относятся абсолютно... Очень серьезно к себе относятся наши артисты. А вот там ребята просто относятся ко всему. Не все. Не все. Есть ли такие люди, за которых там 10 человек... То есть, может, они там и просто относятся где-то в гримерке, в глубине, но они выстраивают такую стену менеджмента, что там бывает... Да, да, это правда. Чем актуальнее какой-нибудь фильм, типа вот этих «Мстителей», там, вот современные какие-то приезжают. Типа пиарщики. Ну вот приходили к нам ребята из группы «Манес Кейн», правильно я понимаю? А итальянские. «Манес Кейн», которые новые. Они там молодые ребята, все очень приятные, милые, вот. И к ним не подобраться, потому что у них... Они еще 16 менеджеров, вот, даже там сфотографироваться это... Они хотят с нами сфоткаться, они такие... Но у них нет возможности, да, их выдирают. Вы устанете, у вас еще там 10 интервью сегодня. И вот у них бывает такое, что обламываешься, и у тебя об артисте такое... Ну, остается такой осадок, думаешь, блин, ну что, ему сложно, что ли, было там что-то тусануть. А он сам, как бы, вроде не при делах, за ним там... Тут менеджер, тут там три, они садятся в четыре автобуса одинаковых черных и уезжают там... Я помню, да, как Насталья Ореля ко мне, менеджер подошел, а вы точно знаете испанский? Я говорю, точно за ним переживаете, да. Ну, в общем, они, да, они очень переживательные все, и менеджеры их, да. Ну, у вас нет фотки ни с одной знаменитостью? Да куча. Серьезно, то есть кто-то доступ к телу все-таки. Нет, ну, кто-то мы успеваем зацепить, потому что мы, чаще всего, когда артисты уже уходят, мы еще... Любим гитару, как ты говоришь. Импровизированную. Поэтому мы не успеваем, потому что мы еще доигрываем, а они уже... А топ самых российских артистов, с кем было комфортно? Играть? Нет, гости на программе. Много классных гостей. Много классных гостей. Я могу только рассуждать о тех, с кем мы концертировали на площадке. Допустим, кто-то... Я не хочу сейчас говорить, кого никого обижать. Мне очень понравилось, чем старше человек, чаще всего ответственней. Я не хочу никого обижать молодого, но молодые не любят репетировать. А люди постарше с удовольствием это делают. А мы это очень любим. Мы с удовольствием на все репетиции готовы репетировать. Поэтому Лариса Анна... В общем, все, кто постарше, они с удовольствием воспринимают наши позывы поиграть перед передачей. А топ самых неудачных артистов? Топ-3 самых неудачных артистов? Ага, сейчас так скажу. Ну, что нет-то? Скажите про иностранцев, ничего страшного. Уилл Смит. Офигенско. Я бы знал, что он офигенско. Какие парни вспоминали Томаса Андерса? Ну, мне не понравился Де Ниро. Не понравился Де Ниро? Потому что он сидел и скучал, и говорил в носу. Зевал. И мне не понравилось Холли Берри. Она сидела, у него с ним ухо уваливалось. Думаю, господи, ставь поглубже это в свое ухо. Ага. Вот. Конты были, да? Ну, какие-то, не знаю, какие-то моменты вот. Моменты мы называем. Это мое личное. Можно, да? Я предположу, что вот Томас Андерс тоже там, он типа, буду петь под свою фонограмму, а вообще дайте-ка мне спеть под плюс. Вот. Под плюс у нас не поют, никто никогда. У нас под плюс не поют. Давайте. У нас тоже в программе под плюс не поют. Вот вам мини-диск, говорит он, я спою под свой минус. Нет. И это у нас тоже не приветствуется. Не приветствуется. Мы причем репетировали накануне. Знаем, что Томас Андерс самый великий приедет. Да, очень зачастую артисты почему-то сами себе не доверяют. Он пел причем песню «Нежность» из фильма. Вы можете одна в ней говорить, пожалуйста. Я просто вспомнил, что он пел песню «Ни Йома Хат Юма Сол», а песню из кинофильма «Три топали на плющихе» и вообще-то опустела без тебя «Землья». Вот он пел. «Землья», да. Как бы. Да. Вот она, да. Как круто. А с плейбэками все равно все, да, в основном? Артисты, которые к нам приходят на сцену? Ну, часто да. Ну, в зависимости от стилистики, многие издают с плейбэками. Есть же ракеши. Смотря какой жанр, да, смотри какой, да. Да, я просто, слушай, вот еще, чтобы никого, так сказать, не расстроить, вот эти артисты западные, которые нас могут чем-то расстроить, да, ну, вот именно своим поведением. Это, да, это все не договорки, да. Такое ощущение, что у них какие-то там контракты вообще. Они что-то могут делать, что-то не могут. Мне кажется, что это все их бюрократическая… Что-то бюрократия, да. Изначально музыканты все клевые, все готовы играть, мутицировать. Встретиться, мне кажется, на репетиционной точке или вот сюда его пригласить, в Музлов. Проблем не будет. Да, не напрягался. При этом никто бы его не снимал, желательно, да? Джастин, дорогой Джастин, мы приглашаем тебя в Музлов. Не можем не обойти разного рода игрушки, которые постоянно Иван Андреевич с гостями на импровизации делают. Мы бы хотели вас тоже, во что-то сегодня такое втянуть. Естественно, музыкальное. Мы не обладаем пока что… Я вчера пыталась что-то сделать. Мы не обладаем пока что еще такими ресурсами огромной студии, но это не за горами. Я предлагаю вам поимпровизировать. Знаете, на какую тему? Вот я на iPad нашел здесь разного рода рекламу. Здесь, допустим, доставим песок, щебень, гравий, мытые булыжники, ПГС, торф, земля, грунт на подсыпку, навоз, перегной, асфальтовую крошку, дробленный ботон для дорог с самосвалами, КАМАЗ от трех тонн до пятнадцати тонн. На импровизации. Вот давайте. Это какой-то там факт. Достави песок, щебень, гравий, мытые булыжники. Вот давай, все, играем. Леха, на импровизии. Вот такая реклама. Вот такая реклама. Сейчас вот про… Я вас вспомнила. Может, я расскажу? Давай. Доставим песок, щебень, гравий, мытые булыжники, торф, земля, грунт на подсыпку, Вот что там перегной? Перегной. Дробленный бетон для дорог с самосвалами, КАМАЗ от трех тоннадцати тонн. Давай еще раз только чище. Готов? Репетнули? Давай, давай. Итак, реклама. Вот такая реклама. Поехали. One, two, three. Доставим песок, щебень, гравимытый булыжник Эпэс, торф, земля, грудно на подсылку На волос перегной асфальтовую кружку Драбленый бетон для дорог самославами КамАЗ От трех до пятнадцати КАМАЗ А все, кто 15 КАМАЗ А все, кто 15 КАМАЗ Класс, Камар Можете расскажу, пожалуйста Мои подруги Катя и Катенька, привет тебе Ты пока смотришь следующая реклама Мы ездили автостопом Из Петербурга в Гачину И один раз мы сели, поймали мужика С песком Знаете, что такое ездить с автостопом, да? У нас ребята, музыканты Я спец, я прям автостопщик Нужно водителю Атмосферу создать приятную Ты сел, ты же деньги не платишь У него песок Едет чувак вот такой У него лица нет Нам по 15 лет Мы сели вдвоем А что у вас, песок? Песок Я по песок признаю все Щебень, гравий Вот, и мы за два часа его разболтали так Что он нам подарил песка Мимим, послушай Продам мангал Подожди, Лёг Точная копия G500 Сделан из толстого железа Которого хватит Еще внукам Станет украшением Любого сада Эксклюзивное изделие В одном экземпляре Капот и багажник Открываются в них Находятся отсеки Для хранения шампуров И аксессуаров Зеркала Складываются колеса Крутится корпус Выполнен из стали Три миллиметра Жаровня из стали Четыре миллиметра Кочерка И совок В комплекте Я не знаю, что мы продавали Но что-то хорошее Мангал Круто Круто Борис Борисович Love forever Мне ракешник Я с вами Только Моя очередь Да Такой Не, мне блюз Мне блюз Сделали как для Алексея Что-то вот такое я хочу Давайте У меня большая реклама Вывоз мусора По Москве И Московской области Осуществляем Вывоз любого Объема мусора Вывоз осуществляем 24 на 7 Круглосуточно Оказываем Услуги Более 9 лет Для погрузки И уборки Мусора Предоставляем Грузчикам Или Необходимую Погрузочную Технику Вывезем И перевезем Мусор оперативно И по приемлемым ценам Звоните Мы обязательно Договоримся Класс Если про мусора Мусор В конце как будто Сочи Сочи Он был Легкий Легкий Ну и давайте Поговоримся И в завершении Коль уж на улице Уже зима Я Марина Друзья Здесь могла бы быть Ваша реклама Мы сможем Любую рекламу Делать музыкально Помогу очистить От снега и льда Машину Гараж Территорию Прямо сейчас Смотрите На улице Снег И Вот такая Вот музыкальная Реклама В стиле Щеткина Будете делать Мне кажется Прикольно было Давайте Помогу очистить От снега и льда Машину Гараж Территорию Покрашу ворота Гараж И стеллаж Разберу Или соберу Стеллаж Скашу Траву Вывезу В своем Прицепе Мусор Беру ветки Помогу Завести Автомобиль Зарядить Аккумулятор накачать в колесо Район Метро Марино Привет хочется! Метро Марио Метро Марио Метро Марио Метро Марио Метро Марио Метро Марио Приятно находиться здесь с настоящими музыкантами Которые умеют импровизировать, делают это талантливо, делают это красиво И я не побоюсь этого слова со своими крутыми песнями Леш, во всяком случае я тебе 100% могу сказать Что эти две песни, которые ты сегодня свои спел У меня в плейлисте стопудово они будут У меня есть в инстаграме рубрика в сторис Называется «Чё по музыке?» Так вот, чё по музыке, друзья Здесь пишите тоже На нашем канале вопрос, чё по музыке Я вам буду вообще советовать, чё слушать Потому что я очень много разной музыки слушаю Интересно, эти две композиции, которые сегодня Леша спел Обязательно слушайте Ну естественно, диснеевская история тоже прекрасна Для детей Для детей Детям понравится Там, да, прям вот просто почему-то мало кто это всё знает Но кто знает, тому нравится всегда Да, и друзья Рекоменуйте своим малышам, малышкам, да В нашу версию группы «Фрукты» Просто я очень старалась Есть везде, лежит ещё вот песня Называется «Дари, дари, 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 дари» Вот это вот тоже детская история Где про рыбку «Дори» мультик В поисках «Дори» мы сделали целый, вообще, вот финальный фильм Это единственное Она звучит в самом конце фильме Звучит, да А ты можешь сейчас сыграть? Ну мы сейчас, я вспомню «Дори, дари, 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 свою любовь» Типа такого Она тоже везде лежит под фруктовым Что мы сможем с вами спеть в завершении наших с вами посиделок? Какую композицию? Сейчас офигительно снова взбодрили суперхит Однажды когда-то Кто его первый пел? Ну, Мэтт Кон Это было когда, я помню, я стою на набережной Мойки с Ильичом из группы Первый время чумы Это год, наверное, 2005 Мы пьем коньяк И проезжают тачки и везде гремит эта песня Бэггин У меня друзья говорят Ты дашь ему сказать сегодня? И сейчас вот эти итальянские молодые крашеные парни И снова вообще У меня теперь дочь восьмилетняя Прекрасно знает Давайте ей закончим Это хитяра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok